За три месяца боестолкновений в Донбассе киевская власть так и не смогла подавить восстание народного ополчения. Бездарное командование, тысячи убитых солдат и катастрофическая нехватка финансирования все это не дает киевскому режиму надежду на победу. Призывы Киева к НАТО оказать военную помощь были проигнорированы. Ведь пока что конфликт на востоке Украины выглядит локальным. А попытки спровоцировать Россию на вступление в войну с Украиной не сработали. Следующей попыткой Киева стал сбитый украинскими военными гражданский самолет. Ответственные за эту ужасную трагедию, не дожидаясь результатов расследования, возложили на Россию, поддерживающую ополченцев. Такое преступление понадобилось киевскому режиму для того, чтобы сделать конфликт интернациональным, показав всему миру, что ополченцы — это международные террористы. Разоблачение сфабрикованной СБУ-фальшивки с их переговорами, а также приведенные российским генштабом неопровержимые факты, доказали причастность украинской армии к авиакатастрофе. Это провокационное убийство было осуществлено Киевом под руководством американских спецслужб с целью втягивания стран НАТО в войну против России. Но зачем американцам эта война? Затем, чтобы поправить свои экономические проблемы, ровно так же, как они делали это в Первой и Второй мировых войнах. Обвинение России в агрессии позволяет ввести финансовые санкции, замораживающие активы российских структур, что позволит списать сотни миллиардов долларов и облегчить запредельное долговое бремя США. Нарушенные экономические отношения с Россией ухудшат состояние европейской экономики, ослабят ее положение в конкурентной борьбе с Америкой. А дестабилизация банковской системы будет стимулировать отток капитала в США для поддержания долларовой пирамиды. Втягивание европейских стран в войну с Россией усилит их политическую зависимость от Америки, что облегчит американцам навязывание ЕС, выгодных для Соединенных Штатов, решений. Благодаря войне американский военно-промышленный комплекс получит много заказов. Экономика США будет процветать, а тем временем ослабленную от войны Россию будет легче взять под контроль, как это уже было в лихие девяностые. Таким образом, уничтожив основных конкурентов на мировой арене, у Америки будет стратегическое преимущество в борьбе за глобальное лидерство с Китаем. В отличие от стран ЕС и России, которые получат разваленную экономику и горы трупов, сами американцы будут в чистом выигрыше. Ведь война на чужой территории – это то, что спасало экономику Соединенных Штатов не один раз. Можно уверенно сказать, что на Украине не прекратится геноцид русского населения, а провокации будут все более ужасающими. Рано или поздно Россия введет войска на территорию Украины. Но чтобы избежать миллионы жертв среди россиян, украинцев и европейцев, лидеры Евросоюза просто обязаны отвернуться от своих заокеанских хозяев и признать – Россия защищает не только свои национальные интересы. Россия стремится не допустить развязывания Третьей мировой войны. В противном случае выжившие в Третьей мировой увидят новое американское экономическое чудо.